Привет всем на моем канале о рукоделии. Рада вас здесь видеть. И это будет небольшое видео о текущих процессах вышивки и рукодельных, около рукодельных покупочках. Это маяк на скале от Dimension. Я его вышиваю подбором. Первая треть уже готова. Это вот по крышу домика. Сейчас вышиваю вторую треть. И он пока на паузе, пока я не закончу маки. Маки, собственно маки от Золотой Руно, которые я сейчас вышиваю. Они мне очень нравятся. Я уже очень жду, когда я их сдам в оформление. Я планирую сделать им красную рамочку. И как только я их закончу, я сразу вернусь к маяку. И первая покупочка это креативный картон, набором в целом. Сейчас я вам покажу, какие внутри листы интересные. Они, некоторые из них с блеском. Такие немножко детские или юморные рисунки. Но есть более такие поспокойнее. И есть вот этот. Очень мне нравится картон. Я думаю, что я в первую очередь его использую. И такой уже у меня был отдельно куплен поштучно. И еще большой плюс этого картона, то что он весь, то что он обратной стороны очень хорошо, плотно окрашен. И его очень будет удобно использовать в какой-нибудь открыточке или поделке. Следующая покупка это силиконовая форма. Я пока ее использую в кухне. Но я думаю, что ее можно будет и для свечей, и для каких-то других поделок, которых нужна форма. Я их купила из-за того, что они очень глубокие. Очень удобно именно подумала о свечах. И подумала, что будет очень чудесно их изготовлять в таких штучках. Но пока я делала в них желе, очень четкие элементы все получаются. Очень здорово это смотрится. Еще от подружки мне досталась такая вот куча разной дизайнерской бумаги красивенной. И давайте я вам покажу. Это такая бумага. Она бархатная. Очень красивая. Красивых ярких цветов. Также набор такой бумаги с детскими рисунками. И текстурная. И текстурный картон с такими пупырышками. Также такая вот бумага тоже очень красивая. Она как будто бархатная с золотым отливом. Очень красивая. Такая пиратская тема. Еще немного детские темы тоже тут есть. И вот такая в винтажном стиле. Я думаю, что я обязательно что-нибудь интересное с нее сделаю. И еще такие вот такие блестки рассыпные. Такие. И мелкие декоративные такие вот золотые шарики. Сейчас вам расскажу о своих орхидеях. У меня их две взрослых. Это вот эта тигровая такая. И вот это, что собирается цвести. Это сиреневая орхидея. В прошлом году выпустила маленькие росточки. Я их отсадила. И теперь у меня трое малышей. Таких вот. И все три этих маленьких чуда цветут. Две уже полностью распустились цветочки. А в третий у меня бутончики. Вот такие. И самое прикольное в том, что та орхидея, что в прошлом году мне дала деток, сейчас опять на ней появилась вот такая детка. Одна, а вторая даже уже с двумя корешками, видите. Я собираюсь, когда немножко этот второй росточек подрастет, пересадить их. В отдельные горшочки. Вот такое чудо. То есть она уже... Три детки в прошлом году я от нее получила. И сейчас две. Красавица в кропинку. Очень необычная тоже у нее раскраска. Но она деток почему-то не делает. Читала в интернете, что от удобрений, от какой-то смены обстановки они меняют. Но у той я ничего не меняла. Она все время стоит у меня там. Вот такая у меня приключилась история с орхидеями. Желаю всем хорошего весеннего настроения. Подписывайтесь на новые видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok